и почему ты еще не на стримах л е play ладно погнали долларовый балабол артур назарян из армении погнали ты пойман за руку как дешевка это тару то чтобы ты не делал на него обзор это билет банка приколов да лучше не поможешь нет у меня есть принцип а если так вот этого надо было и начинать у нас самая большая проблема во всех комментариях и во всех обзорах все говорят я мошенник может я ни в чем не виноват ну может быть а может быть и нет так окей понимаешь ли разбираться надо ведь как говорил еще философ лаунзы искать это открывать открывать это познавать если что философ это тот кем ты очень хочешь быть но а он что еще какие-то рилсы типа философские снимает просто он так сидел он похож на черика который записывает и такой рассуждает такой и выдает какие-то типа крылатые фразы вот как бы раскрывает истину с неудобной страны не снимает а штампует а да он как эндрю тейт а но эндрю тейт реальный миллионер а он получается виртуальный в инсте понятно даже стат хам из мемов звучит убедительнее если купил биток по 20 на значит и его у кого-то купил продал по 40 значит и кому-то продал по 40 извините мне нужно срочно отойти проконсультироваться с коллегами слишком глубокая фраза надо не нужно осознать ну что чатик он опять срать пошел знали бы вы как у него воняет жопа это ужас какой-то а еще пляжет постоянно я проконсультировался своим туалетом да сейчас обрабатывает это у него еще были офигенные истории в интервью как он продавал лучшие бронежилеты по мнению арт а рута арабскому шейху который который посла который послал его нахуй но тот период переубедил его мол бери пистолет и стреляй в меня если я выживу то ты вкладываешь меня миллионы долларов и тому подобное господи ну что чатик он опять срать пошел знали бы вы как у него воняет жопа это ужас какой-то а еще пляжет постоянно приготовьтесь сегодня вас ждет просто умопомрачительная история успеха я вам кричу это шо за тип вода снизу на всех селедки восточной европе во вторых он вооружает кевларовыми бронежилетами африканских лидеров продает куриные яйца в россии 22 бизнеса я насчитал а ну и музыка как по мне ну почему все эти клоуны вот я никогда не почему нельзя врать таким просто врать как-нибудь что у тебя ну один ну два бизнеса и ты там почему они все у них у всех 15 бизнесов в ресурсе в этом какие-то упомрачительное количество бизнесов нереальное все ходу почему они все так врут это же идиотически просто я ну неужели это едят люди неужели есть лохи и лохушки которые реально это едят нон-стопом и верят правду что он там селедку продает яйцами занимается еще и каю и еще что-то не знаю является ли для вас это аргументом и мне супер нравится органично звучишь и вы такси и к бля нет вот часть да ты заебал контент народа практически полностью состоит из лакшины жизни часы 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 тачки 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 часы рука с часами на руле тачки рука с часами на руле тачки рука с часами на руле тачки сейчас можно изи изи просто понять насколько чела надо обходить за 500 километров Если кто-то из ваших знакомых или друзей делает фото, где он с часами и тачку ведет, вот, либо занимается рилд с какой-нибудь такой снимающейся, все, то есть с челом все понятно. Обезьяне показали, обезьяна делает. И знаете, что самое забавное в торговле подобного контента? Торгуется не то, как оно на самом деле есть, круто и так далее. А он наслаждается от того, как об нем подумают, подумают, что как круто. То есть он себе сам воспроизводит то, как его будут воспринимать. Типа, вот они увидят, типа, да, там чел с дорогими часами, хотя часы могут быть даже недорогие. Вот, да, тачка какая-то, там немножко логотип захуярил, запалил, а там бэха, говна потеха. Вот, типа, и все такие, ого! И все такие, ого! О, руль! Ну и, конечно, деньги и золото. Он даже за стол не сядет, пока не будут разложены все его купюры. Ха, кстати, снова бутафорские. Ты бы хоть сверху настоящих подложил. Совсем, что ли? Так у него нет их! Это он своего любовника закидывает деньгами? Бумажки, то, скорее всего, вы взломали его iCloud, и он там на рынке дегустирует на свай. Не с пометом, блядь, там с курением, не с известью. Ну, чё, люди будут живно. У него даже есть видео, где он сначала выкладывает деньги с пакета, чтобы проверить, что они точно не настоящие. А затем все обратно в пакет складывает. Ну и ходит так, короче, как местный сумасшедший по Дубаю. Ох уж эти бизнес-тренеры, господа. Ни дня без воебоков. Этот так вообще считает себя мессией. У него, в общем, есть какой-то тайный совет, который поможет сделать такими же богатыми, как Ару, целое поколение. Давай! А то чё я со своими этими деньгами, блин, выплаты сраные с этих обязательств долговых скупленных. Давай уже на серьезную эту. Переходим на новый уровень, блин. Какая там валюта, спекуляции на акции. Давай уже выводи в стратосферу меня. Хочу миллиардами исчисляться, чтобы миллион, чтобы мне там не этот упал там, не знаю, 100 тысяч, а чтобы, блин, 10 миллионов. И я такой, ну, 10 лямов упало, как бы. Ну, нормально. Ну, бывало и лучше. Вообще жизненная цель целая... Так, 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 задумчивые глаза. Я смотрю, вот это вот, вообще жизненная цель. Понимаете, поколение... Вот сейчас будет классно, классно, давай. Поколение людей превратить из нищих в богатых... Господи, ты ангел. Я не знаю. Я бы отсосал тебе, если бы у тебя деньги не из банка приколов были. Ну, благородная цель. Благородная цель. Всех сделать богатыми. Вот что бывает, когда у тебя два. И по математике, и по экономику ты не знаешь, всех богатыми. Ммм. А что будет, если у всех будет много денег? Интересно, будут ли стоить продукты и услуги тех же самых денег? Или нам удастся сохранить... Сделать так, чтобы все были богатыми? А сосиска в тесте так же и стоила 60 рублей. Или 100. А что будет с рабочей силой? Зачем работать на заводе, если ты богат? То есть, чтобы заставить этого чувака работать на заводе, придется платить колоссально... Про завод. И как бы, какой смысл челу работать на заводе, если он богат? А если ему идти работать на завод, то получается, ему надо, чтобы платили столько денег, чтобы он там работал. Потому что зачем ему работать? А если ему будут платить столько денег, то получается, чел, который владеет заводом и производит там трубы, например, он уже не может продавать свои трубы за такие маленькие деньги? Потому что он платит всем очень дорого, чтобы они просто ходили на работу. Получается, он будет продавать их за огромный день. Не трупы, а трубы. Это что выходит? Это получается... Это такая форма девальвации, что ли? Просто нули прибавятся ко всему в большом количестве. Или что? Я не понимаю. Зато миллионеры. Ну да, зато миллионеры. Это еще такой странный план, я не знаю, не? Я вижу в этом свою миссию. Так. Знаешь меня? Нет. Я богатый, я орут. Знаешь, что телки орут, когда меня видят? Орут! Понял. Может это тебя впечатлить? Экстаз! Я не пойму, что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты был таким же, как я. Бородатым? Таким же крутым. Чувак, то, что ты хранишь деньги в пакете, не делает тебя крутым. Крутым тебя делает кредитная карта Тинькофф. На сегодняшний день орут известен как Ахулиардер, который покупает фиты за деньги. Биг Бэби Тейпу он задонатил 10 биткоинов, а Моргенштерну 1 миллион долларов. Естественно, все это только на словах. На деле же, допустим, фит с Моргенштерном стоит 10 миллионов. Это с запасом. Как думаете, предложи ему 13 и абонемент в бассейн. Он не подтвердит все, что ты захочешь. Да хоть, что ты вниматочный брат Никавуйчича. В чем вопрос? В чем вопрос? А то все орут, биткоин, миллион долларов. Хоть бы кто-нибудь спросил. Ты ебутый, скажи. Знаем мы этих бизнес-тренеров. Просто берем все, что они говорят, делим на 10. И вот уже плюс-минус адекватная информация. Хотя с арута можно и на все 20. Он, знаете ли, как-то по-особенному выделяется на их фоне. Как минимум, потому что не скрывает своего настоящего отношения к обществу. Самое интересное, что люди... Люди просто тупые, пизда. Ну я в этом с ним согласен. Я в этом с ним согласен, пипец. Тадо было всегда и будет. Люди любят проигрывать. У них вот есть какой-то вот сдвиг, блядь, в голове. Возьмите чипсы, возьмите пиво. И порадуйтесь, какой орутик, блядь. Не понимаю, чем его не угодили чипсы и пиво. А, ну еще и люди. У меня только один вариант. В детстве его били чипсами и обливали пивом, когда он снова начинал врать про доходы. Сегодня он заявляет, что его состояние 25 миллионов долларов. 25 миллионов долларов. Но еще несколько лет назад у него было... Около ярда... Баксов. Ну, конечно, не рублей, блядь. То есть он... Мне нравится еще вот это вот. 25 миллионов долларов. 25 миллионов долларов. Ща. Но еще несколько лет назад у него было... Около ярда... А? Баксов. Ну-ка. Не рублей же. Вот бы хотя бы рублей. А то из монополии, блядь, денег, деньгами, сварка, блядь. Ну, конечно, не рублей, блядь. То есть он потерял 975 миллионов долларов. Но вот в чем загвоздка. Сам Арут называет своей самой большой потерей 11 миллионов. Эмм, сейчас для видео рядом от... 2019 очередное падение. Потери 12 миллионов долларов и не только своих. Было мысли забить на крипту. Первое общение с психологом. Отказ от старых схем. Только родился Роберт. Двое маленьких детей. Полный ПСДЦ по всем фронтам. Самое жесткое, что таким челам кто-то дает. Я всегда вот баб тоже вот не понимал. Хотя бабы... Терял, собираю. Тут уже 12 оказывается. Там большая потеря была в 18-м году. В конце 18-19 почти 11 миллионов долларов. Да, было ощутимо, больно, неприятно. Ну, слава богу, ты справился. Да и в целом, глупо было бы переживать за 975 миллионов долларов, которые ты выдумал. Так ведь и нервов не хватит. Там, в тою моча в голову ударить, ты начнешь всем рассказывать, что ты продавал африканским лидерам боеприпасы и в тебя стреляли. Хотя стоп. Он зарядил калаш, выстрелил три раза. Я сломал себе два ребра. И по мне стреляли, и я упал в лужу маску. Об этой умопомрачительной истории я расскажу позже. Вы там вообще попутаете. Я... От того все. Но время фантастических рассказов только начинается. Вы представляете, ташкентский бородяга с половиной Голливуда бухал. Да, блин, ты общался с Силаном Маском. Мы с ним обменялись пару слов на чемпионате мира. Ха-ха. Да, да, да. Вместе болели за Спартак. Общался ли я с Павлом Дуру? Пару слов перекинулись однажды на одном мероприятии. Разговаривал с Тони Робинсом. Ответил Роберт Киосаки. Волк с Уолл-стрит. Вот. Вот я, я. Я. Вот так познакомился с Дрейком через одну рукопожатие. Практически. А, да. Ну, мы как-то пили во Франции шампанское вместе. Так что все окей. Дрейком? Да. Ха-ха-ха-ха. Такомо. Да. А я. У меня такое ощущение, что он сам иногда вот просто... Нет. Блядь. Боже, боже. Какая стыдоба. Он реально на ходу сочиняет. Он реально сочиняет на ходу. Просто... Просто повесть бывалого балабола. Боже мой. Не зря. Надо на Рындыча подписаться. Ибо это вот здесь... Здесь, да. Здесь контент. Здесь контент. В Италии с Джей Зи был. Риана там. Хотите, будем смотреть его почаще? Вот так миксовать? Бэткомедиана, Гео, Рындыча, другие видосы. И так потихоньку собирать пул известных популярных телов, которые делают нормальный контент, интересный. Который нам интересен. Будем поглядывать. Мне кажется, это неплохо. Мак-н-чиз. Я могу допустить любой пиздец. Но чтобы такой человек, как орут, общался с мировыми звездами и ни разу не сфоткался... Нет, простите. Скорее дадим Милохим заберет Нобелевскую премию поддаться. Я был рад, как... Жить камнем, на самом деле. Но все не всегда было так без овощи. Живешь овощем. Ты уже на правильном пути. А-а-а, Милохим. Он же все-таки бизнес-тренер. А вы знаете хоть одного гуру, который в детстве из-за нехватки денег не носил мох вместо одежды и не дрался с кошками за пропитание? Крипто-хулиардер не исключение. Я оказывался в этой квартире, знаешь, нищий. Мы просто ели, просто хлеб. Иногда было такое, что у нас не было там по несколько дней еды. Типа хлеб с чаем? Типа хлеб с чаем. Не всегда сладким. Вода? Соленая. Как ты и любишь. Но на этом трагедия рутюна не заканчивается. На пути к банановому смузи в Бурдж-Халифе его ждал еще один жизненный удар. Он заселился в квартиру без телевизора. Когда у тебя нет телевизора, тебе нужно как-то получать информацию. И как же... Да, ведь сейчас все получают ее из телевизора. Спасибо, Дендер. Ты справился. И я получал информацию через книги. Я съел всю библиотеку школьную, потом съел всю районную библиотеку, а потом всю городскую. А, ну это, видимо, очень было давным-давно, когда еще не было интернет толком. Не стоит на этом останавливаться. Съешь краевую библиотеку, затем библиотеку страны, материка, мира, ну и под конец вселенной. И вот когда ты станешь самым умным человеком во вселенной, тебя, наконец, признают и хором скажут... Вот кто это, блядь? Киборг, блядь. Помноженный нам вечность нам. Это, представляете, каким умом нужно обладать, чтобы прочитать всю библиотеку, но при этом путать, одеть и надеть. В жизни я одевал огромное количество бриллиантов. Да, надевал. Небывалый гений проявляется не только в литературе. В 98-м году в школьной программе Узбекистана появился английский язык, а Руд тогда был в третьем классе. В это время его сверстники любили играть в футбол и лазить по деревьям. Но только не киборг. Я начал учить английский язык. Через месяц я уже догнал всю школьную программу до третьего класса. К окончанию второй четверти я уже исправлял учителя. К концу года я уже учил в Америке людей грамотно говорить на английском языке. Вот, да. А еще через пять лет я под моим руководством составили первый словарь, который пошел изданиями Великобританию, США, Африку и все бывшие колонии Великобритании, где говорят на английском языке. Вот, в качестве пособия, чтобы люди знали, как правильно говорить. Вот. Не плохо. Это еще что? Я в третьей четверти вообще мог школу закончить. Но дела, бизнес, спанчбоб, сам понимаешь. Короче, я вахук с этого дитя Индиго. Там он дочь рассказывает, что в 10 лет на каникулах уже зарабатывал бабки на английском. Искал в Ташкенте иностранных туристов и помогал им, если они заблудились. Я им объяснил все, и они так меня взгрели 10 долларов. И летом я стал часто выходить в центры города, искать иностранцев и в чем-то им помогать. А через год он открыл турагентство Пиздюк Туристикс, и у него была уже целая сеть пиздюков по всему Узбекистану. Уже было хотел масштабироваться на мир, но... Яндекс.Такси предложили условия лучше. У меня брату 8 лет, и он уже неплохо знает английский на уровне 9 класса. Учу его программированию. При этом он сам хочет, и ему это интересно. Горжусь пиздюком. Ну, блядь. Скоро вот будем про него разоблачения смотреть. Ха-ха-ха-ха. А то сидишь тут прогреваешь нас своим братом. Фляга свистит, понимаешь? Как известно, все гениальные люди современности ушли после 9-го. А Рут и здесь не отличился. У меня 9 классов образования, я свалил со школы в 9-й классе. Этим фактом он гордится. На каждом интервью одно и то же. Почему ты не пошел в 10-11, почему не пошел в вуз, если у тебя были такие крутые способности? Потому что он пошел. Только не в 10-11, так как они в принципе в Узбекистане появились только в 2018 году. А в колледж. Потом спокойненько летящая походка в университет. А, он из Узбекистана, а не армянин. Да, сорян. Просто это фамилия как будто это. Нужно было выбирать, ты зарабатываешь деньги или учишься. Мне нужно было содержать семью, маму. Мне кажется, он каждое утро просыпается и решает, какая у него будет биография сегодня. В детстве я дружил с бомжами в ссылке. И тогда же решил основать Bugatti Music. Кстати, на сайте Forbes гений без диплома называет себя кандидатом экономических наук. Я не удивлюсь, если в будущем мы найдем сайт, где Руд получил высшую степень по всем образованиям мира и доказал, что Альберт Эйнштейн вообще чертила по сравнению с ним. Естественно, сам киборг не входит ни в один из существующих списка Forbes. Статью он писал собственноручно. Там просто доклад о миллиардерах, разбогатевших на крипте. Сделано это было лишь для того, чтобы в поиске орут Назарян у людей появлялось слово Forbes. Но, блядь, кандидат экономических наук, ты же сам про себя статью пишешь. Почему не магистр Йода? Грандмастер Ордена Зедов звучит куда пизже. Блин, лох Назарян, даже обо мне Forbes упомянули. А у него нет! Я даже не миллиардер, блядь! Это? А сейчас, господа, приготовьтесь. Я рискну перечислить все бизнесы, которые присваивает себе Рут, и постараюсь не задохнуться. Ночной клуб, продажа айфонов, продажа продуктов, казино, перепродажа автомобилей, аренда автомобилей, продажа антисептика, продажа военной экипировки, производство медицинских масс, криптобиржа Бестокс, Эксби, Академия Успеха, музыкальный лейбл, бизнес по продаже вещей из Китая, стартап с протезами, куриная ферма, а также... Серьезно, а что там впервые слышу? Когда слили данные Твича, они публиковали всю эту фигню, и начали разбираться, кто что, кто больше всех зарабатывает, и сослались на меня, значит, как его и выяснилось, что по монетизации Твича и вот всем вот этим вещам в СНГ я занимал первое место. И я помню, когда всю эту информацию слили, мне начали, блять, писать со всех газет, блять, еще что-то. Это можете дать комментарий, можете дать комментарий. Это, блять, то, это, блять, все. Это хуй. Я всех игнорил и нихуя не дал. ничего не сказал и это только те что помнит саморуд ведь этот человек даже когда спит придумывает бизнес то я создаю дополнительные способы заработка денег даже когда это по оси по твичу именно естественно я далеко не сам богат стиммер там чуваки которые наебали людей с казино заработали за месяц нахуй и больше чем я за несколько лет именно монетизации твича поэтому забейте вообще самые богатые на твиче это наеба наебщики кто крутит казино кейсы крутил вот эти рулетки блять не покажешь все где крутится с неизвестным знаменателем все эти сервисы платят очень много денег то есть когда розыгрыш завязан на рандоме чем рандом не сервис тем больше он платит тебе за рекламу вот это краш сайты разные где как бы просто упадет не упадет решает система которую кто-то написал то есть как бы ты вот вообще никак вот это самые богатые люди которые убрали все это говно да я сплю надо сушить овощи продавать как сухо овощи надо построить вверх сука лимон и современное золото предлагаю пробежаться по самым интересным с полным же перечнем всех бизнесов и несостыковок совету ознакомиться на канале ноу кэп ссылка будет в описании и так 2008 год арут еле сводит концы с концами отрабатывает телефон и работает официантом автомойщиком как внезапно и моих вот в ранних мы 20 пытались открыть клуб с товарищем открыли было очень хорошо открыл ночной клуб где-то взял бабки на открытие а все очень просто вот смотри у нас было с ним на двоих че-то в районе 800 баксов ну примерно с такой суммы открывают ночные заведения он тимати бургер на вообще что бесплатно только им седоне отдал и все все что нужно было просто чтобы алкашки было на один день это точно начну бля это это блин господи это трэш чел знаете он короче он выдумывает истории даже не выдумывает смотрите вот у него есть какие-то идеи ввиду его безграмотности отсутствия образования и понятия вообще как что строится вот у него есть идея и он такой блин вот реально так думать прикиньте в целом же можно открыть клуб затариваешься алкашка типа на один день огромная наценка по ее всю скупают и у тебя получается автоматически уже на несколько дней денег на алкашку и все за один день ты сделал три дня запускаешь дальше дальше и вот тебе из 800 из 800 долларов пожалуйста только нужно мало того что платить за помещение произвести ремонт пожарная безопасность лицензия лицензия на торговлю алкогольными напитками в ночном заведении и так далее и так далее и так далее но было 800 долларов кого просто алкашку на день закупили а продали всю ну естественно тоже клуб там наценка 500 процентов на алкашку и все за один день мы у нас перед на 5 дней алкашки и все блин а за 5 дней превратились 25 а потом уже и все мы начали зарабатывать мне кажется тот дебил из инстаграма как его ну первый блогер но не кредит он будет поинтереснее тут совсем блекла чё-то на клуб или он имеет ввиду наконец-то побухали с друзьями не в котельной очевидно что рут тут говорит о промоушене вечеринок к нему обратился владелец клуба с предложением организовать мероприятия и а пока идут летние каникулы киборг с радостью согласился и очень ребят не ходи заняться промоушен таки да ну чё попробую только почему называет это бизнесом ума не приложу это то же самое что сказать мой первый бизнес был в сфере я официант были в эту силе это бизнес завалить получается бизнес до пошел не так я приехал переехал в питер когда закончились каникулы бизнес пошел ко дну и орут в сердцах возвращается в санкт-петербург там взор молдова шейха упал на новый совсем не очевидный бизнес распознала такую нишу как айфоны ну делец распознал бум simple dimble через год после того как это стало мейнстримом короче он стал заказывать айфоны со штатов и перепродавать с наценкой в россии маржа была почти 70 80 процентов я сливал их вот так просто на раз-два только как и в случае с клубом нет ни одного фактического доказательства что он правда этим занимался только слова по ним бизнес процветал достиг оборота 1 миллион рублей как вдруг прилетела откуда не ждали а потом почта россия не выдала мне посылку просто потеряла почта россии подставила не выдала потеряла хрен его знает народ не виноват а то что он миллионная партия через почту россии собирался получить серый iphone это на это внимание будет обращать я ведь прав таможенный кодекс срф если девушка говорит что внешки внешка пофигу главное бабки я считаю что она меркантильная это ок но я просто знакомую такую встретил и мне как-то фигово стало я думаю ты в этом шаришь блин слушайте если речь именно ставится деньги есть на внешку пофигу то она конечно меркантильные более того ее можно назвать легкодоступной в каком-то смысле потому что вопрос денег но если женщина говорит что внешка не главное а главное чтобы там он был таким 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 ну естественно хоть как-то зарабатывал то это абсолютно нормальная позиция девушкам и вправду во многом на самом деле внешка приветствуется но глобально если у тебя куча разных крутых качеств и ты еще и не бомж то ей глобально пофигу девушка может спокойно любить такого человека на пути испытывать сильнейшие чувства и у мужчины и мужчины больше любят глазами потому что мы как бы от женщин ничего и взять другого и не можем там ласку любовь и внешку ну это это все тоже завязано так или иначе частично на внешнем виде поэтому как бы у нас то прям главенствующие а у них ну ну как бы но если она говорит что именно просто вот атаку типа либо типа деньги окей ну то есть вообще посрать что за человек ну нам кодекс это просто свод указаний они жестких вообще вот сколько таких девочек встречал кто прям вот настолько открыто так жестко в этом рассуждали ну наверное практически все страшненькие не знаю как это работает почему это у них так работает но на удивление что девчонки там куда симпатичнее ведут себя гораздо более 2 по дня их закона хотя я уверен что вся эта история выдумка но вот представьте у вас отлаженный бизнес на айфонах хорошим оборотом станете ли вы бросать все дела чтобы поучаствовать в реалити-шоу мама в законе на телеканале перец даже не дом 2 потому что меня цепанули на улице просто продюсера и слушай идем там типа на кастинге руки хорошо идем вообще я пришел к развед как в почту россии за айфонами господи ну вот это невероятные истории продавал с маржой 80 процентов тут какой-то какие-то челы позвали тебя на кастинг в бомж шоу в котором ты будешь сниматься сначала бесплатно а потом может быть те будут платить потому что ты там стал популярен среди зрителей именно этого шоу что маловероятно ну вот ну ладно хорошо там тебя посадили на зарплату и ты бросаешь айфоны партию айфонов какие айфонов которые стоят ой господи чтоб чего у нас у всех такая история братан я кстати вчера шел знаете мазерати свою забирать из дубаев мне привезли до full обвес 35 миллионов стоит но я посмотрел на сайте увидел мне понравилось цвет кузов думаю ну буду выезжать кататься вот и иду вчера и иду вчера значит как его споткнулся и упал лицом в говно ну вот прикиньте а шел забирать мазерати но я понял что забирать мазерати я же не могу когда лицо в говне неправильно поймут но я думаю ну вот блин бывает же такое да и пошел да домой а потом проснулся и обоссался только лицо все равно было в говне и кстати не понял как это произошло ведь это же был сон добро пожаловать клуб мне 23 года я из города краснодар зовут меня гриша я сам как в тумане был шел за хлеб же потом удар и вот я уже на лобном у тебя конечно зашкварни ты с мамой был фляга свистит понимаешь после нашумевшего телешоу и окончания учебы рут возвращается в родной ташкент на начал работать там начал работать в ресторане директором всем бы так вот наконец-то я убил человека который живет с мамой или со своей девушкой девушка ему говорит бля ну сань ну иди уже работать но тяжело вон же сколько работы я чё грузчиком буду я чё полы буду подметать я чё кассиром буду сидеть я не буду работать за эти копейки я ищу работу ищу просто нормальную достойную о владелец газпрома зарплата 3 квадрата тюльон ну вот я так понимаю все я на собеседование только приехал и сразу директор какой у вас опыт работы телефоны продавал тусовки мутил могу доноса вот так доставать на какую должность вы претендуете директор либо вы приняты свободен на самом деле он там сам путается кем работал в ташкенте в ресторане все там управляющий менеджер ресторане директором благо у него были коллеги которые оставили нам я видел пистолу вблизи он такое мне начал плести на самом деле история прозаичнее говорят мужчина голова а женщина шея однако в случае арута его жена является еще ногами и руками в этом ресторане он якобы встречает свою будущую жену кристину аминову моя жена я тогда с ней был знаком уже общались несколько раз и как-то я помню она один раз поднимается в ресторан а это и страны и отца опа бывают же совпадения если что отец его жены известный ресторатор или сургай фулин является владельцем сети ресторанов караван групп в одном из которых как раз трудился управляющий менеджер директор и кей бывший владелец ночного клуба арутюн назарян поднимается в ресторан я услышал ее смех у нее такой смех что и невозможно не услышать просто и через месяц я сделал предложение барана да сделал предложение ей вот но хотелось бы ее отцу но подумал что она же все-таки его дочь поэтому я могу это в принципе представлять постели так что я решил сделать ей предложение затянул если понял что встретил человека с которым хочется жить рожать детей и любить тестя к чему условности я думаю что под венецию он вел ее именно так ну дальше уже жизнь как-то полегче пошла жена уже долгое время проживала в дубае и неудивительно что киборг устремился за ней однако гордость не позволяла ему чувствовать себя комфортно находясь на иждивении вследствие чего он часто сбегал из дома мне было очень стыдно там даже даже находиться у нее по этой какое-то время что это друзей останусь там жил там то на пляже то еще как-то сами ночевал на арутик солнышко ну возьми хотя бы 50 долларов а то вон все джинсы протертые нет я сам заработаю деньги ненавижу тебя мама а а и Арод перестал убегать уже через неделю пребывания в Дубае, потому что нашел работу в магазине Ральф Лорен. То есть вы понимаете, он только прилетел в чужую страну, за два дня не нашел работу и сразу сдернул. Никто от тебя не ожидал, что ты сразу миллионы начнешь нести. То есть 22 года никуда, а тут сразу пожалуйста, ты чё там соленой воды нахлебался? Сейчас важное небольшое объявление и сразу продолжим. Слушайте, а жена до сих пор с ним? Вот это вот. А ему не стыдно перед отцом, когда у жены такой успешный отец, бизнесмен уже состоявшийся, чел ресторатор, целая группа рестора... У него целая группа... А, они развелись? А, ну неправильно. неправильно да и так орут в дубае жизнь налаживается по легенде после месяца работы в магазине одежды он обналичивает кредитную карту и сходу открывает бизнес по продаже продуктов и начал привозить сюда продукт продукт питания а тут привозил с россии да так просто то что это высокорисковый бизнес да и в принципе так сходу на бабки с кредитки туда не попасть это оставьте неудачником идут как обычно никаких подтверждений кроме слов он вроде еще раз женился блин вы прикиньте как он девок наёбывает типа я такой я секой я там это я там то она такая блять надо ему дать раз он такой богат которым я честно вот я с моргенштерном был вот это вот все теперь это можно признаться доверять не стал бы за том этом с дрэйком блин шампанское пилос да вот с дрэйком но немного посидели на маску что-то мне анекдот рассказал не очень смешно было я не стал его обижать такой проход можно проверить как жил ирут катался на яхте путешествовал в таиланд ходил по ресторанам загорал тусил в общем на полную катушку прожигал бабки семьи короче но потом следовала череда таких же нелепых и неподтвержденных бизнесов подпольное казино антисептики и медицинские маски селедка яйца в полистирол такое ощущение что он просто на рандом закидывал все что в голову приходит но самое угарное с у меня такое ощущение что он закидывает это уже после того как убил как многие заработали типа ты живешь такой ого коронавирус маски продаются по 100 рублей жалко я не додумался до такого вот блин а потом рассказываешь да с масками делал типа рассказываешь тот что ты хотел бы сделать но не сделал нас масками там я с масками вот я да биткоин купил за копейку продал за на пике 80 тысяч долларов за штуку история это его контракт на вооружение с африканским лидером и чат уши блин это прочистить тю да ты шо про кевларовый броник короче слушайте ёпта в общем неизвестно как неизвестно почему народ решил заняться поставками кевларового вооружения для африканских стран но у всех же такое бывало что-то день плохой грустиночка пошло оно все более буду оружейным бароном африканский один лидер покупал себе автомобили бронированный так и нам надо было обшить его кевларами чтобы сделать еще более бронированными мне заказал 20 миллионов кевларов у него большая машина а также докторскую колбасу петрушку и помидоры с наших российских грядок мы ему естественно все это привезли он был очень доволен вот но расплатился биткойнами ну сами понимаете оружие вот и я их быстренько вложил эти биткоины они подросли и продал теперь у меня 3 миллиарда ты хотел ты 30 миллиардов вот так вот быстренько намутил и он краски смотрел бронежилеты братан автомобиля смотрел автомобиля я короче подскочила сказал чувака не хочешь купить бронежилеты подскочил к лидеру страны минуя полторы тысячи человек а уж там личная охрана чуть ли не полторы тысячи человек я короче на шпили будешь халифа сижу смотрю стоит центре и прям вот отталкиваюсь и там орел летит и прям к нему подскакиваю он сказал чувак типа блять а какие у тебя игры таки лоровый обычные бронежилеты они пластинные а кевларовые они сделаны что-то вроде чешуи кевларовые бронежилеты без пластин бронестали а именно о них говорит арут относятся ко второму классу защиты то есть если шмальнут из чего-то более серьезного чем пистолет токарева пиши пропало я показываю может какой он легкий нахуй типа это эта штука не защитит ни от чего я могу слышь сам иди нахуй тумба-юмба тоже мне африканский лидер да я вашу всю толпу сейчас размотаю серьезно все я говорю чувак ты умеешь стрелять он такой успехнулся человек взрослый я умею стрелять из двух рук из всего что может стрелять рпг лазере катюша до чего уж там могу с руки стрелять твою мать думал не заряжена еврея 1 бронежилет если ты если ты выстреливаешь и и я не умираю ты купишь если ты но я быстро и он берет такой охрана разойтись охрана окружает их чтобы не было очевидцев и в кольцах из полутора тысяч охраны лидер африканской страны стреляет в него блять он выживает естественно но на самом деле прикинь бронежилет пробило при помощи рассказывал что я iphone не барыжил 80 процентов маржинальные так вот у меня тогда как раз осталось немножко и пуля вошла прямо в этот айфон ты прикинь но он этого не заметил и он говорит блять прикинь какие крутые бронежилеты у тебя куплю на 30 нахуй секселяртов вот и вот да все ты не умираешь я куплю у тебя столько сколько ты не продаешь ты точно не передумал ручью я делал на себя бронежилет но мне уж тогда был ребенок давай 30 метров он зарядил калаш сейчас будет немножко бабу спасибо банку приколов я сломал себе два ребра бронежилет выставила выставил чем купил две с половиной тысячи бронежилет африканский леди решил так просто выстрелить в иностранного продавца ничего это международное преступление почему нельзя было просто положить броник на камень или на землю и не выстрелить да и вообще вы же вроде как там это на военном полигоне у главы африканского государства чем прям не да дай ему блин он круто рассказай как это было круто одного манекена не было да 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 но про то что кевларовый бронежилет второго класса защиты выдержал калибр 7 62 и всего лишь сломал ребра вообще абсурд какой-то арут просто понимаете весьма впечатлительный юноша и наверное тоже смотрел седьмую серию третьего сезона сериала во все тяжкие бронежилеты бронежилеты есть у нас бронежилеты и такие легкие что вы их даже не почувствуете я без такого из дома не выхожу попробую следующий раз рассказать историю как ты был киборгом и вернулся в прошлое чтобы спасти мальчика его маму и тем самым предотвратить апокалипсис но мне был доступ к сделкам в этой индустрии и мне нужно было имя и я его получил имя бывалого балабола этот бизнес арутюн тоже оставил потому что там якобы много подводных камней вообще так а да все оружейные фирмы закрываются что-то начали гранаты покидали с оружия постреляли и поняли ой нет страшно опасно это все не нужно далее киборг уходит в крипту и там уже киборг убийца начинает зарабатывать свои первые настоящие деньги он даже обзавелся командой супер профессионалов которые способны кодить на выключенном ноутбуке он открывает сначала затем xb если что биржа это место где ты можешь покупать и производить операции с криптовалютой но к честности как же джарахов это хавы да никто не хавы чуваки ну вы прям совсем что ли больные но позвал ты чела ради просмотров и рейтингах пусть даже фриковатого он ему задают вопросы тот и рассказывает истории ну что ты будешь сейчас ему говорить иди нахер нахер ну то есть ну а ну нифига себе то есть слушай а чё там вот с этим да там с этим я один раз кидал 3000 человек напали на мою девушку чуть не изнасиловали да понятно слушай ну молодец а что еще и вот неужели непонятно вы прям как маленькие господи если во время записи он не сказал что он врет и он ему не верит он хавы где же определенные эти обоих проектов у пользователей есть немало вопросов первый так вообще со скамился и в сети даже есть целые сайты посвященные мошеннической деятельности судя по отзывам люди испытывали проблемы с выводом средств у кого-то деньги замораживали на неопределенный срок а некоторых и вовсе блокировали без возможности возврата я являюсь основателем бирже бестокс сегодня если забить в интернете бестокс нас перебрасывает на xb это абсолютно то же самое только пока работает компания зарегистрирована вильнюсе и имеет установной капитал две с половиной тысячи долларов и евро флагманский проект долларового миллиардера к слову там уже прослеживается стиль работы арута людей по полгода динамят с выводом средств единственный проект который правда могут приносить аруту миллионы долларов это венчурный фонд морнинг стар потом не непонятный бизнес мой фонд все три года тут уже с цифрами порядок за три года фонд инвестировал в проекты в порядка 500 миллионов долларов только вот чем загвоздка это не его фонд на сайте морнингстар мы команду фонда никакого арута назаряна там нет данила карлучи видишь суслик я владею макдональдсом сейчас вот мы ушли из россии хотя тут сам живу ну там просто нюансы политические не могу на меня давили вот расширяемся как бы собираюсь добавить в этом году 100 тысяч ресторанов по всему миру еще открыть уже близки поэтому еще немножко и все нет и я не вижу еще по заявлению марута у него есть бизнес по аренде автомобилей ее fleet но там такая же история если перейти на официальный инстаграм аккаунт кариентала то единственным владельцем значится артем новиков но тут я хз они вроде как друзья поэтому либо арут имеет там какую-то долю либо артем по-дружески дают повыкаться меня больше честно говоря забавляют его социально значимые проекты а и такие есть я вкладывался в один стартап который занимается протезами чем чем занимается тоже не понял занимается протезами для людей такими очень интерактивными вполне себе вполне себе юзабельными очень интерактивные протезы это как типа если несколько людей с протезами встречаются они как трансформеры собираются в кемларовую бронемашину с отсеком для селедки и полистирола арутью выстрелы пошли тебе на пользу я беру пока что все на стадии тест тестов и разработок если получится то огромное количество людей которые остались бесконечности смогут обрести полноценную жизнь опять он так говорит будто для людей с ограниченными возможностями его фэнтезийная разработка это последний шанс а куча компаний ученых которые занимаются нормальными бионическими это так тилетанты если что его интерактивный протез уже готов вот он и конечно у него есть свои бизнес тренинги вообще вся его активность была необходима именно для этого два года он планомерно выстраивал личный бренд коллаборация с гусейн гасанова fit за миллион долларов с маргин штерном 10 биткоинов big baby тейпу все для того чтобы у молодого поколения в голове отложилась арут миллиардер мне нравится это название арут миллиардер в один момент он просто смекнул что зарабатывать так просто и так много кроме как на лохах у него больше нигде не получится блиновская не даст соврать я арут назарян я самый богатый инфо цыган хотя может я наговариваю что если кевларовый киборг и правда всего лишь просто хочет сделать всех богатыми то есть всю жизнь а то нас ради было а тут прям озарение вообще жизненная цель целое поколение людей превратить из нищих богатых представляешь у меня есть моя миссия я хочу чтобы целое поколением ну вы поняли есть тебе покажется что все ради денег но есть такое предчувствие оставь у меня все есть а ну тогда ладно а курсы почему денег стоит чтобы отсеивать тех кто действительно хочет разбогатить от тех кто не хуй я просто не понимаю как это работает такому человеку и пин-код от карты не жалко мне еще на деньги хочется за собой оставить след то ты уже оставил считай люди будут с улыбкой с при след из говна как ты пересказывал фильмы выдавая их за свою жизнь ну еще конечно же академия существует для тех кто хотел бы обучаться платно так бесплатно я вас завожу на бесплатную академию оттуда перевожу свою платную академию но вы как бы вы как бы заходите вы сейчас сейчас подождите там прям даже есть момент блин слишком сильно да вы как бы заходите на бесплатно а потом на пол но у меня все есть понимаете у меня все есть просто вы приходите на бесплатно а я вас завожу на платно но у меня все есть на самом деле просто хочется оставить свет и как я уже говорил просто хочется завести вас на бесплатно а потом на плат для ты крыса в академии рута вас будет ждать целая команда экспертов которые в отличие кстати говорят бесплатных богатейших курсов а рута у нас абсолютно платная рулетка поэтому если кто-то хочет еще добавить кинца кинза за вот вы добавляете потому что мы уже скоро будем смотреть минимальный донат ваш тайтл и может быть он победит явно не орут у меня еще не все есть так что приходится выбираться как могу проводят пятиминутные уроки по принципу гусейн гасанова следи куда глаза глядят если что это та же команда что и кодила на выключенных компьютерах уже даже не дронки появились которые направляют глаза ведущего в кадр специально для вас делали кеваларовые дудосеры или вы там на что с цель грейд с night какой стиль ты хочешь бро билос сейчас на билосе застряли а вот непосредственно и сам дизайн арут академии какой интуит я такие сайты делал и на юг изи когда этим ребенком был там бесплатно можно было сайт делать с ограничениями у мы там сайты всякие делали в чем отличие арутах или play арут скрывает что скамит плохов на деньги интерфейс нам даже добавили смайлики чтобы было легче ориентироваться доступ приватную академию стоит 200 долларов в месяц но если вы хотите такой богатый человек готов так отбить эти деньги и не переживайте за 200 долларов году что у вас подумает друзья и близкие есть специальное предложение приведи двух друзей и потеря их но зато сохрани кровные готов подписка отбита от двух друзей читайте это моим подарком для вас по факту это обычная схема финансовой пирамиды в обертке академии только здесь нужно за их вот не только друзей близких но и весь интернет они делали видосы в тик-ток в youtube продвигая академию с помощью партнерской программы зарабатывая 50 процентов от того что зарабатываю я дамы и господа представляю вашему вниманию тик-токе адептов орут академии давай честно говоря да куда ты выгорел во внутрь в себя чего добился чтоб ты выгорел уже чтобы выгореть надо чего-то добиться обычным людям нельзя быть странную квартиру купили я выгорел не сраную квартиру студию где ты выиграл да на работе сука что ты быкуешь это еще не зажигался даже а ты пи***ц горящий иди потрахайся иди сам потрахайся бухни съездить какую прикольную страну дай денег дадите хобби собирая лего ты на в кроссовках на диван лег и давай перестань отращиваться именно так пройдет консультацию психолога за 500 рублей но это еще не все шедевры бизнес-партнеров крипто шейха на свою реферальную ссылку они пытаются заманить и плоскоземельщиков вы знали что нам все наши школьные годы нагло врали давайте кое-что покажу только не говори что лёха пистбол и у него батя не президент президентов вот россия так так от пскова до берингового моря примерно 7600 километров база и нам все говоришь это самая большая страна в мире а по итогу ну так и есть россию в россии визуально мы видим что россия гораздо шире африки на самом деле все вообще не так россии это чё хотел вот настоящая карта без проекции меркатур реальными размерами и пропорциями африка в полтора раза больше и выглядит больше чем россия это пистеж почему я об этом узнал только что потому что ты исследователь братан вот тебе еще парочка удивительных фактов если надавить на глаза пойдут пятнышки география в пятом классе не хуже которую можно проехать принимать или в свою академию такими банальными видео ты бы еще объяснял чем отличается в общем от пупсеня с подписью кевларовый гений тем временем африка страна ну та самая страна африка вы не знаете разве но африка страна а столица у них какая а вспомнил афроградск по итогу арут назарян это нарцисс мания величия он сам счет еще доебался он районную библиотеку прочитал но вообще он ее съел и как раз таки это многое объясняет мы красивый самый богатый самый умный и все ему завидуют возьмите чипсы возьмите пиво и порадуйтесь какой арутик но на деле же большая часть его истории успеха это вымысел начиная от юности и ночного клуба с айфонами заканчивая контрактом на вооружение африканских стран фальшивые деньги фальшивые знакомства он козыряет именами людей так будто это его друзья но они понятия не имеют о его существовании мы как-то пили во франции шампанское об этом мы как-нибудь потом расскажем другими словами инфо-цыган с дрэйком он распознал выгодную нишу тренингов и с нуля начал строить бренд арут миллиардер поэтому столько несостыковок он не проживал эти истории они выдуманы и чем больше он будет ходить на интервью тем будет больше расхождение в деталях да и по сути ведь до знакомства с богатым тестем у него ничего не получалось откуда такое чсв вопрос с таким человеком тяжело общаться в жизни так как он разговаривает как бы с высока и диалог всегда будет построен на модели учитель ученик вот как раз таки он является тем человеком которого он описывает поэтому ему так тяжело воспринимать авторитета он такой напущенный индюк что думать что он прав но он не успешный потому что его мама родила в Твери оставим это без комментариев но только в этом видео потому что я стримлю вторник и пятница ой все да слушайте 20 00 слушайте но это весело это весело я вообще не знал кто такой орут назарян понятия не имел до этого видео но но это черт подери смешно это черт подери забавно если мы какие-то видосы мы видели вот здесь короче я подписался я предлагаю сильно не затягивайте как-нибудь глянуть еще какое-нибудь разоблачение обзор да это